всем привет и слава украине передача новости с кавказа продолжает свою работу и сегодня традиционно в программе дипломатии итоги недели разговор с хорошо знакомым и любимым нами валерия мчелашвили приветствовали очень рад тебя видеть рад тебя видеть и вас слава украине подписывайтесь на канал это нам помогает в работе с вами то мая была в сердце как говорит наш друг ковчага валер начну с трагического в общем то события да прекрасное утро прекрасно прекрасное лето началось все но в начало лета ознаменовалась трагедии трагедии рукотворной трагедии которая совершает преступление преступление которое совершено конкретно государством российской федерации дальше все уже поняли что речь идет о трагедии на таховской без значит технические аспекты военные аспекты мы очень детально обсуждали в программах и с юрием федоровым и с михаилом самусем я бы хотел бы с тобой поговорить о гуманитарном аспекте именно в плоскости дипломатии дипломаты люди сдержанные но тем не менее но когда видишь явное преступление неужели тут тоже должны работать стандарты bbc это я кавычках называю вот этот так называемый объективизм если говорить об объективизме то никаких сомнений нет что это сделала российская федерация во первых по очень простой причине что она контролировала с и она была построена таким образом еще во времена советского союза что никакими прямыми даже попаданиями таких средств как хаймерс например подорвать каховскую газ и сделать то что там произошло было невоздушно это ра значит она была подорвана изнутри остается здесь два варианта один реалист реалистический вариант что заложена была взрывчатка заранее и подорвана она была российской федерации об этом кстати еще в сентябре прошлого года предупреждал президент зеленский вот и второе фантастический вариант что супер какая-то группа супер агентов водолазов украинских как-то пробралась и таким образом что в общем это из жанра и жанра научной фантастики другое дело что как всегда могу пойти на перекросят и очевидно управляемым сделать этот взрыв было очень тяжело может быть они даже не рассчитывали на то что произойдет но произошло то что произошло теперь я думаю что многие эксперты говорят я с ними согласен что по последствиям этот варварский акт он он сопоставим с применением тактического ядерного оружия но цену за одним исключением что нет радиационного заражения еще я думаю мы еще не понимаем и не осознаем какого рода экологическому бедствию экологической катастрофе это может привести причем для всего бассейна черного моря для всей экосистемы включая грузинская побережье кто-то думает что это вот так пройдет бесследно для нас то это глубокое заблуждение потому что там по прямой всего 300-350 километров но и самое главное это говорит о том что никакой ответственности никакой ответственности говорить не приходится значит и в ожидании каких-то ну не мимо неминуемого поражения и неминуемого кризиса руководство в российской федерации идет уже на после экстремальные меры типа подрыва каховского водохранилища и соответственно выводы должны сделать все в принципе понятное дело но вся мировая общественность должна сделать соответствующие выводы потому что это чревато и с этим надо этому надо противостоять противостоять этому проколидированным действием всех и я надеюсь что так и произойдет потому что безнаказанным такого рода приступления я с тобой абсолютно согласен единственное что я не верю в то что они не просчитали последствия они просчитали последствия не знали на что они идут невозможно я не инженер я не геодезист но даже я понимал к чему это приведет они там есть и профессионалы конечно но вопрос как раз таки я как раз таки задавал вопрос про международное сообщество и про реакцию понимаешь в чем дело когда я вижу в западных сми заголовки что украина и россия взаимно обвиняют друг друга в подрыве каховской кс когда я слышу заявление жан-пьер это представитель спикер белого дома да которая говорит о том что россия ответственно но ответственно потому что там начала войну и так далее но вот о деталях в деталях нужно разбираться кто подорвал и что я начинаю понимать что что-то тут не ладно потому что если мне понятно что у них должны быть искусственные снимки спутников ну в течение наверное получатся снимки а ведь снимки об этом уже написала new york time что есть снимки и так далее я уже не говорю об абсолютно аморальной циничной реакции организации объемных наций и красного христа что с этим нам делать что делать с таким дивным миром ну что делать каждый должен делать свою работу и он вообще сейчас если говорить вообще в принципе о международных организациях в принципе можно поделить на три категории первая категория это международные организации где россия не участвует и соответственно они принимают решения в соответствии со своими предпочтениями вторая это организации где россия принимает участие но решающего влияния она не имеет но с другой стороны она всячески может тормозить тормозить принятие решений саботировать и так далее это такие организации как ооон обе все частности и третье и третье организации которые связаны это организации которые созданы с доминированием россии где она имеет превалирующую так сказать определяющую роль это о дкб еврозес и тогда теперь когда начиналась эта война так и какие цели были в россии в битклин и разобщить те организации где она не присутствует то есть нато и ради и европейский союз второе там где она присутствовала усилить собственное влияние на процессе через соответствующие механизмы принятия решения это он и и третье с цементировать еще крепче организации собственной номинации и показать что здесь россия хозяин и безальтернативное ее влияние в этих организациях что мы видим мы видим что организации которые без и где россии нет они консолидированы они сейчас крепче они не выступают с единой повесткой дня и этой организации в частности нато и европейский союз это организации инициаторы да санкции против россии поддержки украины там где россия присутствует и тормозить принятие решения они эти организации просто находятся в ступоре и поэтому вот такие результаты мы имеем о которых ты сейчас говоришь что они неадекватная непропорциональная непонятная нелогичная реакция какие-то паузы и так далее на частности он и оба сет типа тоже как-то как-то ну активно себя никак не может позиционировать понятно и там и там это консенсусное решение хотя вон тоже происходят какие-то помимо влияния россии например на генассамблея происходит происходят собственные процессы которые тоже консолидируются консолидируются вокруг помощи украине и противостояния россии и полиции ну а те организации которые находятся с доминированием российской федерации они понят они ослабевают мы видим мы видим значит более четкое позиционирование там и оценки организации например оценки армении во отношении лдкб или оценки там казахстана в отношении еврозес в общем несмотря на на те на те вещи которым мы не можем быть довольны в отношении международных организаций общее движение динамика в многосторонней дипломатии говорит о том что и здесь естественно россия тоже значит и оппозиции ослабевают позиции украины и большой проукраинской коалиции усиливаются вот и я уверен что может быть со скрипом может быть не так быстро как нам бы хотелось но вот эта каховская трагедия она тоже будет способствовать этому процессу то есть будет усиливаться антироссийская и укрепляться про украинской коалиции будем надеяться и будем надеяться что в итоге виновным не будет назван геркин как это было в суде назвали виновным и осудили геркина исполнителей геркин просто пост написал будем надеяться что все таки назовут конкретных виновных от высшего политического руководства россии до того самого там это был солдат или офицер который нажал на рычаг и взорвал эту гэс эту плотину и в общем-то устроил до экологическую катастрофу говорят что в черном море вообще не рекомендуется питаться более того купаться более рыба тоже вопрос по рыбе смыло же кладбище смыло же отходы химических предприятий смыло очень много всего и я согласен с тобой что здесь надо искать тех лиц которые принимали решение и это вообще такого такое действие которое без одобрения на высшем уровне не мне не могло произойти и его бы на себя никто не взял там рядовой рядовой там иванов там или полковник сидоров он не мог взять на себя решение поэтому да еще один аргумент копилку того что это сделала россия не украина потому что россия просто контролировала это бет представь себе ситуацию то что украина контролировала каховского гэс и прошел произошел бы этот подрыв понятное дело главным делом стали бы указывать на украину она контролировала и объект взорвался этот объект контролировала российская федерации, он взорвался, и почему-то кто-то за это должен другой отвечать. Совершенно нелогично. Но к этому придут и сомневающиеся. Хотя я думаю, что у большинства здравомыслящих экспертов сомнений по этому поводу. Будем надеяться. Валерий, раз уж мы с тобой заговорили про ООН, то тогда давай уже и с этой темой, скажем так, раз мы уже к ней подошли на мягких лапах. Соответственно, эту тему уже продолжим. Состоялось традиционное, ежегодное рейтинговое, я бы сказал, голосование в ООН по необходимости возвращения насильственно перемещенных мельц и беженцев в Абхазию. И я бы сказал так, что понятно, что это речь идет о том, насколько поддерживают Грузию в процессе возвращения ее территории. Но сам вопрос поставлен так, с гуманитарной отношениями, что конечно же беженцы должны вернуться. То есть что такое хорошо, что такое плохо, ясно, что беженцы, люди, которых изгнали из своих домов, должны вернуться в свои дома. Это нормально. Это правильно. теперь смотри, наш МИД сказал, что мы достигли большого успеха, те, кто поддержали, значит, соответственно, их стало больше, те, кто были против, стало меньше. Что ты думаешь по этому? А потом я скажу, что я думаю. Ну, во-первых, во-первых, да, эта резолюция не обязательно к исполнению, надо сказать. Тем не менее, это имеет очень большое значение, потому что эта резолюция отражает настроение мирового общественного мнения, ее отношения вообще к конфликту. И к тому, что Российская Федерация является агрессором, ответственным за создавшуюся ситуацию, и что эту ситуацию надо выправлять. Поэтому это очень тяжелая дипломатическая работа, которая продолжается из года в год. Вообще, в дипломатии очень можно добиться какого-то успеха, но гораздо сложнее потом, добившись какого-то успеха, закрепиться на этой высоте и еще далее развивать этот успех. Это бывает часто еще более сложно, особенно в таких организациях, как Организация Объединенных Наций. Это работа практически двумястами делегатами по отдельности с каждой, потому что есть страны, кстати, малые страны, в том числе и основные, которые из года в год вообще диаметрально меняют свою ориентацию, голосуют то за, то против. То есть с каждой из этих стран надо работать отдельно. Это очень трудоемкий процесс, и я отдаю должное грузинским дипломатам, которые последовательно занимаются упорно этой работой, потому что действительно в этот раз 100 государств поддержало, 5 государств больше, чем в прошлом году, возросло также на несколько государств воздержавшихся, и уменьшилось на 3 государства те, которые были против. Ну, те, которые были, которые сейчас против голосовали, это понятно, значит, Сирия, Никарагуа, Беларусь вместе с Россией и так далее. Что тут важно, я думаю, самым важным итогом было то, что, значит, Китай перешел из категории против в категорию воздержавшихся. Китай, это очень, очень серьезно. А Китай это были против раньше? Китай был в прошлом году голосовал против, а в этот раз он воздержался. И это очень важно, потому что Китай это не сам по себе Китай, а Китай это государство, которое влияет на весь спектр. У него очень сильные собственные влияния во многих регионах и так далее по понятным причинам. Одна только, так сказать, медиация в установлении депотношений между Саудовской Аравией и Ираном чего стоит. Вот. Поэтому и это, ну, это еще надо рассматривать в контексте и китайско-российских отношений. Я думаю, это тот компонент, по которому господину Небензя в Москве серьезный, так сказать, серьезный выговор сделали, как минимум. Упустить упустить из своих сторонников в Китай, я расцениваю прямо как поражение российской дипломатии. Хотя, так сказать, большое внимание может быть не сейчас, но я просто хочу к этому привлечь внимание, потому что это очень важная факта. теперь, ну, в принципе, я оцениваю это как очень положительное движение. Вот. 100 государств. Это серьезно. Вот. Надеюсь, что просто в следующем году этот успех будет еще и, так сказать, результат будет еще значимее и зримее. Хотя, в следующем году, знаешь, мы можем столкнуться вообще уже с глубокой геополитической реальностью, в принципе, да, и вообще может случиться, что через год и через два вообще-то резолюция уже более не понадобится. Ну, а пока, пока мы живем в этой реальности, необходимо продолжать работу и правильно делать грузинская дипломатия, что концентрируется на этом направлении, добивается успеха. Ну, что тебе сказать? Честно говоря, я помню цифру стран, которые поддержали резолюцию о том, что Россия агрессивна. Эта цифра была 144. Ну, это по-украинской экземпляции? По-украинской, да. Почему я об этом вспомнил? Вот эти 44 страны, это почти половина. Это цена нашей дипломатии и цена нашей внешнеполитической дипломатии, дипломатии, зачем мне дипломата ругают? У нас хорошая профессиональная дипломатия. Цена нашей внешнеполитической позиции. Вот эти 44 страны, я в этом абсолютно уверен, потому что, ну, смотри, я могу понять, почему, я не могу, теряя догадка, чем мы не угодили там, Алжиру, Бутану, моей любимой Аргентине, на которой я сколько лет болею, более, Бразилии, там, Тамбоджи или Чаду, почему они воздержались? Ты представляешь страны, которые воздержались? Воздержались, воздержались. Я отмороженный... Хотя Чад, по-моему, как раз Чад, по-моему, голосовал против сейчас я говорю о тех, кто воздержался, я об отмороженных не говорю, потому что, ну, они, хотя я не знаю, там, Бурунзи, Бурунзи, это Бурунзи, или чем они, да, Зимбабы, они уходили, но, видимо, так, чисто, не интересовался, но, видимо, такие же рудоевские режимы, как Россия или, да, даже Северная Корея, поэтому, про них я не говорю, это кончено. Я говорю про эти страны, я о другом. Смотри, наше геополитическое положение сегодня, оно возросло многократно. Мы, я не собираюсь сейчас говорить о том, что вот мы такие самые важные в мире, но по сравнению с тем, что было в начале 22-го года, все-таки, я думаю, согласитесь, что очень важные аспекты мы приобрели в логистическом плане, в плане энергетическом и в многих других, и геополитическом. на этом фоне не договориться с Казахстаном, не договориться с Узбекистаном, со странами, для которых мы реально важны и с которыми у нас есть хорошие очень отношения. Я даже могу понять Армению, потому что, ну, могут возразиться, вы постоянно поддерживали, значит, индустрии по Азербайджану, или поддерживали, сейчас уже, по-моему, их нет, потому что о чем должны быть. Ну, вот мы воздерживаемся. Я еще могу эту логику понять, хотя тоже это недоработка нашей дипломатии, но Казахстан, Узбекистан, вот эти страны такие же. Кстати, та же Индия с коридором север-юг, ну, понимаю, что Индия очень большая страна, но вот такие страны, я думаю, что это недоработка нашей. А уж что касается таких стран, как, например, Израиль, теряет догадка. Почему Израиль должен был воздержаться? Это же тоже недоработка наша. Знаешь, ну, арабские страны, с которыми тоже, которых тоже Грузия не может не интересовать в качестве транспорта, коридоров и так далее. Дело. Замечания, которые ты делаешь, они вполне имеют право на жизнь, но я просто хочу представить, когда ты сравниваешь, вот ты делаешь правильный вывод, что было 144 страны, а здесь кто? И эти 44 страны это резерв для того, чтобы работать в будущем. Я хочу напомнить, что эта резолюция по Украине, она принималась на фоне явной неприкрытой ворованской агрессии против Украины, когда ракетами обстреливался Киев, было вторжение и так далее. Это было настолько вопиющее нарушение такое, сегодня происходящее, сегодняшняя реальность, вопиющее нарушение, варварское принцип международного права, то там в принципе у государства в общем-то и ресурса не оставалось для маневра. Надо было занимать позицию. Эта позиция была логична, я тут конечно отдаю должное работе последовательной профессиональной компетентной работе украинских дипломатов, это небывалая консолидация международного сообщества в ООН произошло, 144 государства и так далее. В нашем случае ситуация не такая, она не такая выпуклая, не такая вопиющая ситуация, это рутинная работа, которая переходит из года в год и в этой рутинной работе добиваться успехов бывает не так просто. И не надо недооценивать российскую дипломатию, у них огромные резервы, в том числе огромные финансовые ресурсы и ресурсы влияния в разных странах. Вот когда ты говоришь о странах Евразийского Союза или о странах ОДКБ и говоришь о том, почему они не голосовали против России, против позиции России за позицию Грузии, ну, знаешь, уже то, что эти государства голосуют и поддерживаются, это уже можно считать определенным успехом. Валер, тут я требую справедливости. Я назвал Казахстан и назвал Узбекистан. Узбекистан вообще не Евразийский Союза Него ОДКБ, назвал Казахстан и Узбекистан две ключевые страны, которые для нас важны и для которых мы важны. Я не сказал ничего про Таджикистан, с таджиками все ясно. С пониманием. Казахстану важно не только мы важны, ему важно и что ты хочешь сказать, что сейчас в Казахстане нет серьезного российского влияния и у Казахстана нет своих интересов во взаимоотношениях с Россией, рычагов влияния и так. Ну, есть это. Есть, конечно. Казахстан одержался. Но все-таки это наша недоработка, я считаю. Нет. Я просто предлагаю рассматривать эти процессы в динамике. Согласен с тобой, что значит недоработка это не является ошибкой. Недоработка означает, что у тебя есть дальнейшее поле для работы. И в дальнейшем эти 44 страны, ты правильно сказал, кстати, это очень хороший ориентир для грузинской дипломатии. У них есть конкретный ориентир в 44 страны. Что не означает, кстати, что не надо обращать внимание на те 100 стран, которые проголосовали. Их тоже можно упустить, если не обращать внимание на это все. Поэтому я и говорю, что закрепление успеха, его развитие часто бывает еще сложнее, чем добиться первоначального успеха. Это очень серьезная, трудоемкая, рутинная работа. И я думаю, что на этих 44 странах, как ты правильно сказал, будет сконцентрировано внимание грузинской дипломатии для того, чтобы эта цифра оставалась трехзначной и увеличивалась от года в году. Хотя, конечно, весь этот геополитический контекст, в котором мы находимся, в котором эта резолюция рассматривается, это тоже зависит от ЗСУ. Это от украинского солдата зависит, от которого в принципе сегодня зависит и европейский новый порядок безопасности, новая система безопасности, мировой, международный порядок новой зависит от украинского солдата и от той коалиции, которая концентрируется вокруг него. Поэтому мы можем действительно оказаться через год или через пару лет в ситуации, когда вопросы, которые изложены в этой резолюции, они найдут свое решение в совершенно другой посредине. Согласен с тобой, хотя я думаю в данном случае я опять проговариваю, что дипломаты конечно же это очень важно работа дипломатов, но дипломаты не могут прыгнуть выше своей головы, если Грузия сама так себя ведет, то я имею ввиду позиционирование внешнеполитическое место. Если наш премьер продолжает играть Борбана, то тогда очень сложно будет понятно, что тот костяк коллективного запада, который строго придерживается принципов международного права, он будет голосовать так, как он голосует. Но привлечение других стран достаточно сложно. Теперь что касается опять-таки, вот ты сказал про солдата ЗСУ, и действительно солдат ЗСУ очень ключевой элемент современной истории, новейшей истории, как минимум Северной Евразии, а я думаю, что и мировой должен. Но война это же не только военные действия, война это еще и ослабление противника. Россия это большая страна, мощная страна, с большими ресурсами. Нам повезло, что у них с менеджментом беда, но ресурсы и так далее есть, и если эти ресурсы не обрезать, тогда будет очень сложно и солдату ЗСУ, и всем и всем другим победить Россию. Обрезание этих ресурсов это то, что я с первого дня войны назвал, то, что они будут создавать экосистему по выживанию в санкции и неплохой экосистему надо рассказать. И вот буквально вчера, по-моему, вчера было заявление у Брайена, это представитель Госдепа, по поводу стран, которые помогают России авторит санкции, было названо Турцием, были названы члены ЕАЭС Армения, Казахстан, Кальгызстан и было названо Грузией. И Объединенные Арабские Эмираты. А, да, ну, это незасложно забыл арабов. С Объединенными Арабскими Эмиратами и с Турцией все более-менее понятно. над странами ЕАЭС тоже, а вот что касается Грузии, давай все-таки об этом поговорим. Значит, это было очень тревожное сообщение, и, кстати, мы об этом говорили раньше, и говорили о том, что есть проблемы, потому что поверхностный анализ роста торгового оборота Грузии прошлогоднего, не столько с Россией, сколько со странами евразиатского сообщества вызывал какие-то тревожные ожидания в этой системе. Потому что, я напомню, в прошлом году торговля с Евразиатским союзом возросла на миллиард 600 миллионов долларов. Отсюда 600 миллионов возрос экспорт Грузии в страны Евразийского союза. Почему тут важно страны Евразийского союза? Потому что внутри это таможенный союз, и там, если в одну из страны Евразийского союза попадает какой-то товар, он свободно перетекает в Российскую Федерацию, поэтому это так важно. И, кстати, когда мы говорим о том, что у нас Европа, кандидатство в Европейском союзе и так далее, это же должно отражаться во всех, в том числе и в области торговых отношений, экономических. И в прошлом году у нас была, к сожалению, первый раз, первый раз момента организации вообще Евразийского союза, торговля с Евразийским союзом у Грузии превысила, значит, объем торгового оборота с Европейским союзом на 300 миллионов долларов, 4,3 миллиарда долларов, значит, торговля с Евразийским союзом и 3,9 миллиарда долларов торговля с с Европейским союзом, когда в прошлом году, в прошлом году на 500 миллионов долларов было больше торговля с Европейским союзом, чем с Евразийским. Но это общая картина, которая, ну, должна вызывать серьезную, серьезную, вызвать серьезную реакцию наших властей и правительства прежде всего, потому что, когда, например, ты говоришь о приоритетности связи с Европейским союзом, это должно отражаться в частности в таких показателях, как твое присоединение к внешнеполитическим решениям Европейского союза, которое на катастрофическом уровне в 31% сейчас и постоянно последние годы падает, там, 62% где-то 4 года назад постоянно этот процесс присоединения к решениям внешнеполитическим Европейского союза падал и вот 31% на сегодняшний день, это получается, что Грузия не поддерживает 69% из внешнеполитических решений Европейского союза и, кстати, эту цифру мне озвучил спикер председатель парламента Австрии, на встрече, которая была у представителей неправительственных организаций, у нас была встреча с тремя председателями парламентов, мы говорили об этом, в общем, эта цифра прозвучала из его уст. Это что означает? Это означает, что в Европе анализируют внешнеполитические предпочтения и позицию Грузии, да, и в ожидании там принятия решения по поводу статуса кандидата это очень важный фактор. И не надо, так сказать, когда мы говорим только о кандидатах, фокутироваться на этих очень важных, этих 12 пунктах только, потому что это очень важные пункты, но дух сотрудничества, там ценности, на которых это сотрудничество развивается, это не менее важно. Об этом, кстати, я думаю, говорили в Берлине сейчас, ну, я во всяком случае надеюсь, канцлер и канцлер Германии и премьер-министр Грузии, но теперь немножко хорошего. Я попытался проанализировать дело этих 600 миллионов долларов, которые в виде экспорта ушли из Грузии из страны Евразийского Союза. Я обнаружил перед этих 600 миллионов долларов только две позиции, которые в принципе могли бы содержать санкционные товары. И то это надо еще подтвердить. Какие это позиции? Это летательные аппараты, которые были поставлены в Кыргызстан и вычислительные машины, которые были поставлены в Армению. В сумме эти две товарные позиции составили 6-7 миллионов долларов. Где-то на 2-3 2 миллиона доллара, где-то 2-3 миллиона долларов. Это летательные аппараты для Кыргызстана. Остальная позиция это вычислительные машины в Армении. И я не могу утверждать, что это были единственные товарные позиции, которые привлекли мое внимание и мое сомнение. Но это не означает, что они подсанкционны. Это вы с этим еще дали надо разбираться. Поэтому я думаю ситуация не выглядит так трагически, как дает поводы об этом говорить общий анализ торгового оборота. Но я оговариваю, что я оперировал цифрами, которые на сайте статистической службы Грузии. понятное понятное дело, я не могу оперировать какими-то другими цифрами. Я не знаю, может быть, у господина Убрайена есть другая информация, которая дает ему повод ставить Грузию в эти пять стран. Если так, то я думаю, что у грузинского правительства гораздо больше возможностей анализа, чем у меня, как у отдельно взятого эксперта, который просто оперирует данными, которые появляются на сайте службы грузии. Значит, надо провести гораздо более глубокий анализ, чем тот, который я сейчас предложил нашим зрителям, по всем товарным позициям, выйти с этим на контакт с представителями правительства США, и в том числе в первую очередь с посольством США, которое работает здесь, разобраться со всеми этими вещами, если есть такие факты, да, там какого-то, если какие-то бизнесмены пользуются каким-то недобросовестным, ну, недобросовестно относятся к этой ситуации, подставляют страну показательно, так сказать, их привлечь к ответственности и создать такие механизмы, которые, так сказать, будут понятны нашим стратегическим партнерам и которые будут гарантировать то, что Грузия никоим образом не причастна ни к каким этим попыткам обойти санкции в пользу Российской Федерации и так далее, да, вот, поэтому работа с посольством здесь, а качество отношений там с послом Дегнан мы видим, да, вот, это надо в корне менять, и работа через нашего посольства, через нашего посла там, который должен этим заниматься непосредственно и разговаривать с господином Убрайен, вооруженный этими всеми данными, выкладками, анализом и так далее, вот, я очень надеюсь, что это, так сказать, это все будет иметь место, потому что, надо работать со стратегическими партнерами, быть им понятным, понятными им быть, а для этого надо проводить последовательную внешнюю политику, которая должна выражаться в том числе и, так сказать, не только в действиях, а эти действия связаны, например, с ассоциированием с внешнеполитическими решениями, о чем мы говорили, Европейского Союза, но и с заявлениями, в том числе, это, так сказать, на высшем уровне, на различных международных формах и так далее, и все это дает, создает такую зыбкую почву, да, на основе которой там выдвигаются разные объединения против Грузии, это мне совсем неприятно, должен сказать, вот, но ответственность за то, чтобы там разнесить ситуацию в этом направлении, так сказать, несет правительство, и оно этим должно заниматься, оно этим не занимается, хорошо, именно потому, что господин Убрайан, так сказать, озвучивают вот такие обвинения в адрес Грузии, и говорить просто о том, отмахивая, что, а, это безосновательно и так далее, это не работает, здесь надо разговаривать с цифрами, с аргументами, с анализом, открыто, если нам нечего скрывать, я надеюсь, что нам нечего скрывать, но если нам есть что скрывать, да, если что-то не попадает в официальные данные, да, и в чего мы не видим, а что на самом деле есть, тогда эта ситуация гораздо опаснее. Извини за такой пространный ответ, просто этот вопрос очень серьезный. Большое тебе спасибо. я считаю, что это очень важно, это очень важно. Да, это очень важно. Я тебе скажу, что я категорически не согласен только с одним твоим утверждением, что ты отдельный эксперт, ты не отдельный эксперт, ты один из самых лучших, если не самый лучший эксперт, в силу просто своего бэкграунда, в силу своего опыта, работы, во всех этих структурах, ты знаешь, как это работает, поэтому это очень важный момент. А вот что касается всего остального, что касается анализа со стороны грузинского правительства, что касается реагирования и так далее, ну, не хочу ёрничать по этому поводу, но не могу удержаться. Как говорил Лазарь Моисеевич Каганович, был такой политический деятель, «Главное во время следствия не выйти до самого себя». Так вот, в данном случае эта фраза Кагановича на его, по-моему, подходит. Дай Бог, если я ошибаюсь. И последнее, я... В любом случае, это не тот случай, когда можно прятать голову в песок, как страус. От этого проблема не рассосётся. И даже наоборот, я всё время говорил о том, что хорошо продуманная политика, в случае, когда тебя в чём-то обвиняют, это можно использовать до наоборот в свою пользу, потому что если ты вовремя делаешь выводы, и эти выводы понятны, прозрачны и делаются там в коммуникации со своими стратегическими партнерами, это укрепляет твою реализацию и твой авторитет. А если ты прячешь голову в песок и отмахиваешься, говоря о том, что, а этого нет, потому что этого не может быть никогда, это не работает так, тем более в том состоянии, в котором сегодня люди находятся. Потому что есть очень много вещей, которые надо выправлять. И это дело не эмоционального восприятия, понимаешь, это дело процентов. Вот это 31, самое трагическое, что происходит сейчас, если по мне, это 31 процент ассоциирования с внешнеполитическими решениями. 31 процент. Ну, эта страна, как это, это что означает? Если бы там, что мы там блокируем 70 процентов практически не согласны, как это можно себе, как это себе можно позволять? это процент. И это, я, кстати, думал, что это 42 процента, а не 31. А на озвучивание мною этих 42 мне сказал спикер этого автрии, что нет, 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 господин Чечелашвили, не 42, 31 уже. 31 процент. И я понял, что да, они тоже смотрят за этой ситуацией, тоже анализируют. И с этим что-то надо делать. это невозможно опровергнуть. Понимаешь, сказать, что они, они несправедливо к нам относятся. Но сейчас какая у нас, какое у нас отношение к этому, да, что мы заслуживаем, мы впереди планеты всей, мы заслуживаем больше всех, мы, так сказать, и это несправедливо, отношение к грузу и так далее. Окей, хорошо, да, у нас может быть одна позиция, у правительства может быть другая позиция, эмоциональное восприятие, мы так это понимаем, вы так это понимаете, с этим что-то можно делать. А что делать через один процент? Это же процент. Он может быть или 31, или 81. Да, это математика. Да, это просто, это даже не математика, это арифметика. Да, и здесь надо, и здесь надо работать, здесь не отмахнуться только тем, что вот мы, у нас все классно, мы очень хорошо все делаем, и поэтому мы заслуживаем всего. Так это, так это не работает. Дипломатия не работает, и у нас очень, очень квалифицированные партнеры, которые очень хорошо разбираются во всей европейской политике, в том числе и в процессах приближения. Это мы не первые, которые хотим Европейский Союз. Да, многие страны прошли этот путь, допускали свои ошибки, имели свои преимущества на этом пути, добивались успехов. И европейцы это очень хорошо знают, все, которые в Европе решают эти вопросы, приближение стран к Европейскому Союзу. И им нужны очень серьезные аргументы. Это такими, значит, уровень политических дискуссий, которые проходят во внутреполитической, на внутреполитической арене в Грузии, этот уровень политических дискуссий с европейскими политиками не работает. Несомненно. Хорошо понимать, хорошо понимать правительство. А что касается визита в Берлин, я уже высказал свое мнение. Валер, тебе не кажется, что главная наша проблема, что все эти европейские лидеры и так далее, ну, что ли сейчас говорил с Галибашвилием? А надо было ему говорить с Иванишвилием. Толку было бы больше. Ну, так вот. Значит, они говорят всем, с кем могут говорить. Я думаю, что они это имеют в виду, потому что влияние господина Иванишвили на нашу внутреннюю и внешнюю политику, оно, я думаю, неоспоримо. Если человек пытается это оспорить, то это он серьезно врезит своей профессиональной репутации. Поэтому они говорят, они формируют соответствующие посылы и на уровень господина Иванишвили через Галибашвили. Вот. Но они говорят с тем, с кем они могут говорить. И я думаю, что я не знаю, значит, после визита господина Галибашвили была информация о том, что вот у нас мы поделились нашим прогрессом, как мы это хорошо все делаем и так далее. Еще раз была подтверждена приверженность Германии, территорием целостном. Понятно, вся территорика и так далее. Там немножко более сдержанные оценки были со стороны немецкого правительства. Но все это в конце года выльется в какое-то решение. вот и это решение покажет насколько прав был господин премьер министр Галибашвили во всех своих оценках во время пребывания в Европе на разных площадках или насколько ошибочную политику ввело в течение всего этого года грузинское правительство. Если этот результат будет предоставление нам статуса кандидата, я первый стану аплодировать правительству Грузии. Но если этого не случится, то значит тыкание пальцем в оппозицию или там Европу и во всех вокруг, что все вокруг неправы и все вокруг не ценят насколько мы умные благородные европейские и так далее. И это тотальная вообще несправедливость по отношению к нам. Это не будет работать потому что все выйдут значит на экраны телевизоров с листом бумаги на котором будут две цифры 31% и об это 31% разобьются все аргументы правящей партии и правительству Грузии. Ну так я условно говорю будет еще много других аргументов тыкать пальцем никого не получится потому что не бывает такой ситуации когда ты прав в отношении всех всегда в отношении европейских политиков европейских институтов глав европейских крупнейших государств европарламентариев с одной стороны с другой стороны прав в отношении всего оппозиционного спектра все вокруг предатели все вокруг не понимают а мы на самом деле очень хорошие и все понимают это будет неправильно в отношении собственного народа тоже 85% которого ждет предоставления статуса кандидата и поддерживает приближение нас к европейскому союзу для них это тоже будет очень большой разочарование это разочарование вылится очень серьезные негативные результаты для правящей партии они они должны об этом подумать посерьезно подумают над тем что в принципе они расходятся с большинством людей которые поддерживают и грузинскую мечту и только оппозицию это опасные политические игры кроме всего прочего но основное для меня это не будущее политическое грузинское мечты это не основной повод для моего беспокойства и совсем не повод для моего беспокойства повод для моего беспокойства это приближение нас к европейскому союзу и соответственно приобретение грузии гарантии безопасности благосостояния перспективы развития вот что меня беспокоит Валерий у нас уже остается немного времени а тема которая которую необходимо затронуть она очень важна и она очень она ключевая как бы мы не переживали за грузию ключевым вопросом региона все-таки является армяно-азербайджанская война армяно-азербайджанский конфликт позапрошлая неделя вернее прошлая неделя дала нам повод для определенного оптимизма но эта неделя она соответственно значит этот оптимизм поубавила потому что встреча в Вашингтоне сорвана которая должна была 12 июня ты наверняка судил за этим ну во первых я не думаю что она сорвана она отложена она отложена я думаю что процесс в принципе в своей логике продолжается значит инициатива как мы не раз говорили слава богу перешла в руки США и Европейского Союза это два трека которые в принципе идут в одном русле и уже само по себе это гораздо сильнее чем потуги России там сохранить свое влияние на этот процесс хотя они тоже считают пытаются это сделать вот встреча вице-премьер-министров прошла и объявлено о том что вот эта конфигурация железной дороги там Джульфа Годрус я не могу сейчас Герасск 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 Ну в общем да но с другой стороны там же Аверкин да вице-премьер Аверчук 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 какая разница хорошая украинская фамилия лучше бы он был Аверкин лучше хотя да я извиняюсь так сказать ничего лично вот одновременно этот этот господин сказал что нет еще остаются какие-то для согласования какие-то детали то есть вроде бы согласовано на самом деле еще остаются какие-то детали но основной трек это европейский американский я думаю что эта встреча обязательно состоит в Вашингтоне значит никто не может это проигнорировать я думаю никто не заинтересован это игнорировать ни Азербайджан ни Армения появляться появляются уже оценки что до конца 2023 года это может быть подписано хотя то же самое говорилось в прошлом году но в прошлом году оснований для этого было гораздо меньше сейчас гораздо больше потому что сейчас вот включилась это цифровая дипломатия которая привела привела к осязаемому успеху и более такому ну большей стабильности в понимании друг друга а теперь все понимают я всегда всегда вот говорю о том что надо нам продолжать и транслировать эту цифровую дипломатию на Грузию 29 с хвостиком 86 с хвостиком и надо не забывать что у нас 69 с хвостиком вот это 69 надо везде и всегда говорить о том что это так так это и есть если например кто-то еще раз заикнется о том что должен быть какой-то формат 3 плюс 3 пусть все участники этого формата подтвердят как минимум для того чтобы серьезно кто-то стал рассматривать этот формат цифровое измерение дипломатии на Южном Кавказе которое заключается в этих трех цифрах 69 плюс 29 плюс и 86 плюс вот но сегодня это объективность создала более так сказать более ну такую фундаментально более солидную основу для последующих последующих переговоров я не вижу честно говоря трагедии в том что встреча в Вашингтоне немного отложена я думаю она состоится так же как и состоятся встречи в Брюсселе на высшем уровне между президентом Азербайджана и премьер-министром Армении вот и хорошо было бы если бы где-то на каком-то этапе опять всплыла здесь платформа Тбилиси как возможное место проведения встреч на будь каком уровне между Арменией и Азербайджаном особенно это было бы важно нам в контексте ассоциирования Тбилиси с этим треком с этим треком переговоров по по линии Европейского Союза и Соединенных Штатов вот это еще дополнительный бы такой компонент выгодный для нас привнесла бы в этот процесс надеюсь что там кто-то об этом думает Тбилиси в том числе и ведутся ответствующие консультации хотя никакими никакой информации по этому поводу я особо и не рассказываю понимаешь в чем дело Валера вот смотри я думаю что как это не печально давай будем говорить абсолютно мы сейчас подошли к точке упора а точка упора следующая единственный камень предоткновения который стоит перед Арменией для того чтобы подписать этот мирный договор это вопрос по армянам для того чтобы безопасность права и так далее для того чтобы договориться по этому всему нужно договариваться именно с теми людьми которые там живут но для того чтобы с теми людьми договариваться они должны быть свободны они находятся под влиянием не столько Еревана и вообще находятся ли они под влиянием Еревана на вопрос дискуссионный ну допустим в какой-то скепеле находится сколько Москвы это факт получается что сейчас опять русские решают будет мирный договор или не будет ну в этой связи есть фактор господина Барданян это же основной проводник да значит политики да я думаю там все основные проводники политики нет дело в том что например если брать контрольно-пропускной пункт Налачин который установил Азербайджан все и в Ереване все больше людей и все больше людей в самом Карабахе значит они согласны с тем что да это легитимный пункт которым надо пользоваться для того чтобы значит армяне из Карабаха значит попадали в Армению и из Армении в Карабах все с этим согласны в том числе и официальное руководство Карабаха сегодня армянского меньшинства который там живет за исключением господина Барданяна и всех тех которые с ними которые с ними ассоциируют тебя этим этим людям поэтому в принципе и в этом контексте я с тобой согласен с этими людьми надо разговаривать они должны почувствовать что да мирный договор который будет заключен привнесет большую безопасность и благополучие так же и в Карабах для тех людей которые там живут и для этого они должны пройти свою часть пути это не так это чтобы только Баку взяло и к ним пришло и все исполнило то чего они хотят так не будет да каждая сторона должна пройти пройти свою часть пути и они должны пройти свою часть пути и на этом пути значит сторонники сторонники и ставники Москвы им не попутчик потому что они ничего хорошего в этом смысле не сделают потому что они на самом деле не в интересах Москвы урегулирования этого конфликта потому что если он урегулируется уменьшаются значит расчегивания на ситуацию у России вот до того что не нужен этот так называемый миротворческий контингент вот это это очень такая простая истина которую должны все осознать и в соответствии с этим строить свою политику потому что есть цифровая дипломатия есть территориальная целостность и в пределах территориальной целостности правонациональных меньшинств конечно должны быть гарантированы в соответствии с международными правилами поведения конвенциями и так далее европейскими прежде всего но это означает то что они национальные меньшинства на территории Азербайджана а это в свою очередь означает безусловное признание того что они граждане Азербайджана что азербайджанская валюта циркулирует на территории Карабаха они находятся в таможенном пространстве налоговом пространстве и так далее и если они там находятся то они должны иметь все гарантии для себя гарантии безопасности благополучия изучения и обучения на армянском языке и все отсюда этот процесс эти элементы связаны друг с другом мы много раз об этом говорили ничего нового мы не сможем придумать ничего нового мы придумать не сможем и чем это осознание придет раньше ко всем участникам этого процесса тем лучше ты знаешь что Валер я думаю что это осознание может быть уже и пришло но в том-то и все дело что проблема ведь в чем проблема в том что там там все контролируют русские это проблема и я думаю я думаю что дальше сейчас Азербайджан конечно же будет добиваться вывода армянских вооруженных формирований чтобы там не было вооруженных формирований вывода расформирования как угодно это можно называть расформирование скорее расформирование потому что там тоже выходцы из Карабаха разоружение это это понятная позиция это понятная позиция но какова вероятность того что без силовых решений или без русских они смогут это делать значит смотри какая гарантия ну я не знаю гарантии можно ли говорить о гарантии но дело в том что все больше и больше людей должны понимать что везде и в Баку и в Ереване и в Карабахе все больше людей должны понимать что значит приоритеты русла внешнеполитической внешнеполитической доктрин Российской Федерации вообще на Южном Кавказе в частности в Карабахе связаны с будущими войнами конфликтами жертв вот и те которые сегодня понимают это их становится по-моему все больше и чем больше людей будут это понимать чем меньше будет влияние Российской Федерации будут люди которые всегда будут под этим влиянием будут проводниками российской политики потому что у них есть собственные интересы идеологические или финансовые и так далее это мне не интересно потому что пусть в этом разбираются те люди которым необходимо в этом разбираться просто эти интересы есть и мы с этим ничего не можем поделать но эту группу людей надо сокращать вымывать из их сторонников людей переводить их в другой лагерь лагерь тех которых хочет мира благополучия и безопасности на основе принципов и нормах международного права вот и это конечно непростая работа я тебе скажу что меня больше волнует больше этого меня волнует та зашкаливающая цифра значит не поддерживающих собственно в Армении политику примера Никола Пашиняна в отношении урегулирования конфликта с Азербайджаном по-моему вот это сейчас главное главное препятствие но главное препятствие это то что сейчас давай прямо скажем территория контролируемая РНК это получится у меня сейчас это автология прошу прощения безраздельно контролируется монопольно контролируется Россия и это главная проблема и Тигран Качачин сделал кстати заявление как раз таки только что по нашей теме что в ближайшее время состоится встреча в Вашингтоне то есть стороны все-таки договорились об этом правда он сказал что предметом обсуждения будет в том числе статус Армена Нагорного Карабаха я представляю реакцию Маку на эти слова но в общем и в целом то что встреча будет в ближайшее время будем надеяться и на следующей неделе я надеюсь мы уже будем обсуждать вот это заявление было это ожидаемо было или ход этой встречи или даже итоги этой встречи какие-то но я еще раз говорю сейчас опять послугу идем до тех пор пока ресурсы России на территории уже непосредственно Азербайджана не сократятся я имею на территории контролируемой РНК то я не знаю стороны должны сесть за 100 переговоров а как они могут сесть Баку и центральной власти и представители Армена Карабаха как могут сесть за 100 переговоров когда Москва этого не дает Насталевич к сожалению значит я думаю что эта ситуация тоже поменяется потому что без конца блокировать эти контакты Москва не сможет ее влияние в этом смысле ослабевает и я думаю что мы будем свидетелями этого который этого диалога станет свидетелями Баку и Армян Карабаха который будет важным компонентом и потом в принципе наверное этот компонент будет строен в принципе в общий формат Армяна Азербайджанского урегулирования это была бы идеальная ситуация может быть господин Хачаталян когда он говорил о том что судьба армян Карабаха будет также обсуждаться в Вашингтоне может быть он это имел ввиду я не знаю но посмотрим я употребил слово статус а статус на Баку действует как раз на грядках статус это не то слово статус карабаха это не то слово которое будет способствовать достижению армяно-азербайджанского урегулирования в общем потому что этот вопрос этот вопрос я думаю решен цифровой дипломатикой статус отдельно взятой личности да а статус я думаю этот этап уже пройдет когда стороны могли обсуждать статус обсуждение статуса как территориального образования я имею ввиду я не вижу перспектив переговорных по этому направлению Валер так или иначе очень многое напрямую зависит от ослабления от сокращения ресурсов Москвы общих ресурсов влияния ресурсов на Южном Кавказе и общих ресурсов влияния а значит зависит от украинского солдата поэтому ну что остается сказать большое спасибо нашим зрителям большое спасибо тебе и верим за свою славу Украине Герои Редактор субтитров Продолжение следует...